Религиозные экстремистские идеологи Мы продолжаем серию специальных расследований в отношении наиболее опасных проповедников терроризма и религиозного экстремизма В данном выпуске мы осветим, как под видом благотворительности так называемые беженцы кормят настоящих джихадистов Два года назад российские журналисты раскрыли схему финансирования международного терроризма Как оказалось, экстремисты хорошо замаскировались за благими делами В Москве, Дагестане, Чечне и Ингушетии была раскрыта сеть теневого финансирования Исламское государство и джихад анну Финансирование шло по линии сбора оказания материальной помощи так называемого садака, предписанного Кораном и Сунду Имя организатора всей преступной схемы Исраил Ахмед Наби, он же Абу Умар Сосетлинский В 2014 году Сосетлинский уехал из России в Турцию, где в городе Елова открыл Исламский культурный центр В последующем ставший ключевым звеном в финансовой схеме террориста Руководителем центра был назначен земляк Сосетлинский, псевдопроповедник Магомедов Абдула Костякский Костякский родом из дагестанского Хасавюрка, 1975 года рождения Национальности Даргинец Приобщился к салахизму в Сирии, где, по его словам, он обучался исламским наукам с 1994 по 1999 год Примечательно, что до переезда в Турцию Костякский успел стать так называемым шариатским судье Известный и запрещенный в России организации «Имарат Кавказ» «Имарат Кавказ» или «Кавказский Эмират» Решением Верховного Суда Российской Федерации признан террористической организацией А его деятельность была запрещена на всей территории Российской Федерации Костякский является учеником известного идеолога джихадизма наших дней Абу Мухаммада Аль-Макдиси Поступил в исламский институт под названием «Шейх Бадурдин Аль-Хасани» И учился в этом институте, закончил 6 курсов Абу Мухаммад Аль-Макдиси Настоящее имя – Исам Мухаммад Тахир Аль-Баркауи Иорданский олим палестинского происхождения, проповедник радикального салафизма Получив сомнительное образование, Костякский с легкостью принялся издавать фетвы По самым различным и серьезным вопросам религии Разомнив себя богословом мирового уровня Чем вызвал возмущение в исламском научном мире Для авторитетных ученых он все еще остается человеком с поверхностным пониманием религии Многие его ответы противоречат явным доводам Корана и Сун Без дела Костякский долго не остается И постоянно дает о себе знать Недавно он высоко оценил общественную работу оппозиционного властям Чечни блогера Тумсо Абдрахманова Даже назвал блогера муджахида И участником джихада, так как якобы воюет против тиранов Слова К слову, Абдрахманов призвал знающих арабский язык жителей Чечни Переводить отдельные богословские высказывания главы республики Рамзана Кадырова И в духовенство Которые вызвали неоднозначную реакцию Внимание со стороны богословов Саудовской Арабии Абдулла Костякский в порыве своих выступлений умудрялся не раз высказывать критику в адрес Саудовской Арабии Выносил такхир Обвинение в неверии нынешнему даже королю и всему руководству Саудовской Арабии Ихних королей нету ислама Они давно оставили ислам Ихний бог это Америка Из-за таких высказываний выскочку проповедника ученые королевства не раз вызывали на научный диспорт Однако он всячески избегает публичного спорта Видимо понимает, что победить истинных богослововщих он не сможет В настоящее время Абдулла Костякский объявлен Российской Федерацией в международный розыск Однако надежно укрывшись в одной из ближневосточных стран Радикальный идеолог продолжает активно выступать с лекциями в социальных сетях Многие правоверные мусульмане, которые его слушают, могут даже не понять Как попадают под экстремистскую риторику